вообще делаю все то что я хочу даже если это идет в разрез какими-то то что меня сегодня допустим там долбили сделать договор потому что что-то а я понимаю что желание нет и не принимается ничего такого желания не делал и вот это вот состояние я просто шел за своими чувствами все дело то что мне сейчас хочется вот и все дальше описание долго ввели переговоры договорились на условиях которые всех устраивают устроили все встречи в москве главном офисе альфа банк я дошел до самого фридмана а потом альфа а банк его сын его сотрудник средней зоны просто переиграл сделку и разорвал ее я ходил к слове у председателя управления пытался как бы договориться но не срослось перевод я долго с собой договорился выяснял условия которые бы меня устраивали дошел до самого но потом я просто переиграл и сорвал все свои усилия и действия каким-то средненькими желаниями я искал аргументы чтобы максимально проявиться идти в большие перемены вниз не смог до себя достучаться какая-то мелочь перечеркнула я не пожелал давать себе больше кредита доверия своих крупных желаниях то есть ты получается когда о чем-то мечтаешь огромном переигрываешь перестраиваешь переделываешь но передумываешь потому что сейчас мы переводим что в данный момент здесь сейчас в твоей голове творится то есть все события прошлого которые переводим до это шаблоны сейчас и ты именно в данный момент вот такие желания какие-то крупные потаёны опять же истинные желания которые не лежат материальным да они в чувствах лежат в развитии ну то что я хочу уже чувствовать и вот вот эти крупные желания любить жить наслаждаться этой жизни познавать там расширяться что угодно какие там истинные желания истинное желание это познать себя там любить они у тебя переигрываются какими-то средничками ну то есть мы обычно все свои желания перекрываем искусственной радостью искусственными мелкими какими-то желаниями которые вот доступны то есть что у нас там за пределами чувств лежит нам кажется это недоступным и легче получить любовь и признание через там проявление что вы посмотрите я такой хороший или получить любовь и признание что-то сделав по-легкому по-быстрому то есть получается что ты срываешь свои сделки сам до внутренние желания не идешь в эти действия передумываешь потому что ищешь какие-то изи быстрые пути но эти быстрые пути не соответствуют твоим истинным желанием может так сказать то есть иск ищешь сильные высокие аргументы чтобы максимально проявляться идти в большие перемены как будто их ищешь но не смог до себя достучаться то есть какая-то мелочь перечеркивает мелочь вот например человек хочет расслабиться нет чтобы найти вы там какие-то чувства какие-то действия как как он может расслабляться научиться этим расслаблением да в душе покоя чувствовать душа хочет но человеку искать как это сделать как найти душевный покой как прийти к себе ему сложно ему проще выпить алкоголь и расслабиться правильно или наесть разной тяжелой пищи расслабиться либо по-быстрому найти там кого-то и расслабиться на часик то есть люди ищут быстрого выхода путей которые ложные в основном ты себе не пожелал давать большие кредиты доверия в своих крупных желаниях то есть ты себе не доверяешь сам себе не доверяешь веры нету в себя то есть ты все свои усилия срываешь в последний момент какими-то среднечковыми желаниями которые перекрывают все вот я себе могу сказать например мы же меня трансформируем через тебя ну я-то себя трансформирую например у меня есть желание учить английский я учу-учу-учу но есть среднечковые желания плена не посмотреть ли мне фильм и все какой там английский мне лучше просто посмотреть фильм и ничего не делать то есть желание которое не идет вообще ни в какую пользу себе смотрела фильм на английском вот тут да вот тут было бы классно но я просто иду истинные свои желания закрываю какими-то либо пороками как какие пороки у нас есть пожрать секс ну и типа того то есть у тебя ориентир был больше на внешнее чем на внутреннее ну грубо говоря здесь понятно дальше ну у тебя по вот этому есть вопросы по переводу вот этого сотрудничества как почему сотрудник сорвал сделку в банке что ты кредит доверия свой забираешь не доверяешь себе что-то и потом до больших целей ты можешь дойти научиться там чему-то ты там чего хочешь или еще что-то я не знаю какие у тебя цели внутренние душевные но ты срываешь последний момент сделки сам с собой же давай с этого поподробнее потому что насколько я понимаю это как бы сейчас очень важно переводим я долго с собой договаривался ну то есть рассуждал что этом хочу выяснял условия которые бы меня устраивали дошел до самых потаенных своих глубинных желаний но потом я просто переиграл и все и сорвался все свои усилия действием каким-то среднечковым желанием я искал сильные высокие аргументы чтобы максимально проявляться идти в большие перемены ну то есть я искал причины зачем мне это нужно зачем мне эта высокая любовь зачем мне вот это вот духовный куторост может быть я не знаю что там душе важно но не смог до себя достучаться до конца раз какая-то мелочь все перечеркнула то есть я не пожелал давать себе большие кредиты доверия своих крупных желаниях то есть я все-таки не до конца поверила что там высокие какие-то цели это мои цели но получается я но вопрос зачем эту мелочь создаю так вот допустим добиться каких-то целей финансовых это мелочь по сравнению с духовными целями даже миллионы твоей мелочи почему создаешь ну потому что ты человек потому что ты хочешь как и все добиться материального логично почему и не только материально а в балансе материальная и духовная что это такое я не знаю как выключить эту ерунду все попробуем настройки зайти так вроде выключил у меня вот этот вопрос как раз мелочь он очень интересует зачем эти мелочи то есть это мелкие желания либо это что или какие-то или герту то что я когда читал весь этот перевод я для себя делал пометки и прям записывал отдельно если бы я знала мелкие желания имеется ввиду не в плане маленькие пойти мороженое поесть и маленькие деньги это может быть желание просто который а а если все исполнить по дороге да не получишь все что ты хочешь мы вчера писали это не твои желания твои уже исполнены ты должен был это выучить наизусть еще раз я же не могу еще раз все хочешь новые желания тебе не надо я каждый день но я их делал я хочу сделать договор я делаю желание тут же это и восполняю я не даю на это даже время я просто беру делу это мое желание она же истинно раз я его сразу исполнил а так получается просто сиди хуя ничего не делается и жди пока у тебя что-то критит но это бред нет дело не в этом я задумалась как это тебе таким языком именно для тебя это объяснить еще раз какой уже раз потому что я не понят а вот все что мы хотим а этого нету значит мы этого не хотим это хочет он и все что мы хотим нам это не нужно желание это лишь источник вдохновения до получения каких-то чувств в процессе этого делания то есть это просто как бы ориентир который добиваться не нужно весь смысл в том какие чувства я хочу испытывать которые стоят за этим желанием я их получаю в процессе этого делания сами желания они как бы они исполнены в эту же секунду не твоими действиями они уже есть просто и все все твои действия они не для желаний это просто наслаждение процессом жизни познавать себя да вот все что я делаю я в этот момент что-то чувствую я себя изучает то есть бокс изучает себя свои возможности что он может что он делает все добивания цели это не твои желания это желание ума но он просто тоже классный он подсказывает что за этими желаниями которые тебе навязал на самом деле есть чувства которых тебе не хватает испытывать здесь сейчас в этой жизни но если так еще глубоко пойти то все твои желания они тебе не нужны как желание вот но благодаря этим желанием ты можешь понимать что ты хочешь сейчас испытывать а как это испытывать естественно ты это испытываешь через какие-то действия но ты не чувствуешь ни жила не действия не чувства не наблюдаешь их у тебя ринг фокус внимания именно на желание которое не истина вот я например хочу чай я не хочу чай когда его хочу то есть я просто беру и делаю этот чай хотеть это говорить что мне не достает чая ну то есть соглашаться что у меня нет чая и сидеть ныть это хотеть называется но не ныть там что-то пытаться делать пытаться стремиться доделать вопрос не просто не укладывая то есть если я не говорю что я хочу а просто беру и делаю не задумываясь об этом это и есть твое исполнение желание по импульсу ладно окей вот теперь я понял по поводу мне надо изучать английский это как бы мое желание истинное потому что я не думаю как его изучать я я просто беру его изучая в процессе когда его изучаю понимаю что я хочу его изучать и я его изучаю именно вот когда я ему хочу она уже происходит в этот момент а вот то что я хочу изучать английский при этом я на море учу лежу допустим математику значит я не хочу английский изучать потому что я бы сидела был уже в процессе этого английского я понял окей дальше и потом еще в ковид мы им делали предложение от банков по финансированию уже от других вот так реально до сделки не дело не дошло они хотели без своих денег войти в кредит все за счет других сторон это было уже трудно сделать и все 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 в результате вы рассыпалось а мне они боялись за то что бизнес не стрельнет и не хотели брать на себя ответственность хотели как на халяву пройти но никто не захотел за них это делать ну то есть никто не захотел им давать деньги без их ответственности без их хоть какого-то участия деньгами в этом процессе это какая-то новая сделка или это продолжение старой это продолжение вот этой сделки которая быстро обсуждаем то что мы сегодня начали создать вторая сделка а это все про нее идет это как она развивалась в это время и дальше идет вывод потом когда я себя изолит себя изолировал внешний мир и я предлагал себе брать кредиты энергии лиза своих крупных желаний до дел так не дошло давай останавливаться по абзацу да тут я просто очень много написала останавливаться и перечитывать и анализировать да давай я на самом деле мне не комфортно брать кредиты вообще поэтому сейчас мне ни одного кредита нет вообще то есть я все кредиты закрыл полностью у меня чисто я даже не писаю как взять и сейчас у меня нет вообще ни одного и слава богу я чувствую себя очень комфортно а я хотел себе поэтому я хочу брать именно сделать сделку получить деньги со сделки идти на это они ну за счет того что я делаю и сделал я хотел взять себя обещание сделать что-то для своих желаний но не собирал но собирался сам делать а хотел привлечь других лиц но мне трудно было реализовать свои желания через других результате все рассыпалось вот давай здесь остановимся потом когда я себя изолировал от внешнего мира то есть к вид переводим до изоляция я предлагал себе брать кредиты энергии кредиты энергии это ну кредит доверия получается да то есть искать какие-то желания которые бы я мог себе исполнить для реализации своих крупных каких-то желаний но до дел до действий дело не дошло то есть хотеть хочу но нихрена не делаю я хотел взять себя обещание сделать что-то для своих желаний но я не собирался что-то делать сам я хотел чтобы люди за меня все делали не при делах только желаю вы давайте там делать то есть как бы я свои действия для генерации энергии вообще не хотела предлагать вот поэтому все и рассыпалось отлично вот ну как бы так и живем мы часто хотим переложить ответственность чтобы вот кто-то там нам что-то порешал о чем мы вчера с тобой говорили что очень много мы всего перекладываем ну что нам что-то решат вот вот вчера как раз целый час с тобой спорили об этом по мне я боюсь а мне я боюсь того что мои реализации творчество желания не принесут не массу энергии просто перемен и поэтому мне не хочется брать ответственность свои действия если бы я был уверен в результатах то я бы конечно это взял хотя хочется на халяву все иметь переложить ответственность за чтобы за меня все исполнили все мои желания дальше в скобках когда говори выше говорилось о том что истинное желание это получение чувств то мысль по всей видимости что вот получится получение чувств это ты стремишься по всей видимости что кто-то придет и развеселить тебя кто-то придет и красит одиночество кто-то придет и будет любить кто-то придет и будет радовать ты боишься сам пробовать давать себе эти чувства что вдруг не получится или просто не понимаешь что вся ответственность за все эти чувства же только на мне на самом если я сам не умею радоваться и никто никогда не сможет извне принести эту радость мне также как и любое другое чувство спокойствие любви гармонии это только я сам могу себе дать тут без комментариев мне кажется ну да не ждать что вот например я добьюсь чего-то внешнего например слава популярности денег и тогда мне подарят дружбу любовь и страсть и ночь но такого не произойдет и в глубине души я тоже это понимаю и вот тут опять я выглядел красным поэтому срывается сделки вот тут вот этот момент для меня брен очень важен я показываю себе кино о том что опыт заключается в том что нет надежды на то что я решу вопросы со своими чувствами и желаниями истинными через третьих лиц когда буду ожидать от них чего-то что бессмысленно ждать наступление удобного момента и ответственность других лиц за мое счастье то есть теперь я перевожу да ты дочитай последнее предложение и переведем и потом я должен дать сначала себя только потом этот мир выразить в материальной форме отразит как зеркало получается для меня вот тут нескольких местах у меня выйдя на зеленом а часть которых вот я которыми зашла просто красным и красный что срывается сделки потому что я показываю себе какую-то какое-то желание какое-то там чувство которое меня зацепляет опыт заключается в том что нет надежды и то есть у меня нет уверенность и надежды что это сбудется есть некое сомнение что я решу этот вопрос помощью третьих лиц то есть тех людей кто ко мне приходит те ресурсы которые мне приходят не помочь это сделать и я ожидаю от них что они допустим исполнил свои обязательства еще что-то сделать то есть перекладываю ответственность на результат на них и сам не беру ответственность за этот результат и не создаю в пространстве ну и внутри себя сначала то состояние это желание истинное которое этот результат производит грубо говоря а потом уже этот результат как в зеркале производится материально я правильно понимаю я тебя приведу пример не связаны с бизнесом то что бизнес тебя триггерит твои вот эти вот сделки огромные они триггерят тебя я сейчас лучше приведу пример как нейтральный который тебя не касается что ты на себя 5 это бизнес не перекладывала вообще в целом чтоб ты понял эту концепцию например я женщина хочу мужчину чтобы создать отношения я его нахожу но отношения не создаются они рушатся и разрывается я ищу следующего мужчина чтобы создать отношения пытаясь построить эти отношения они рушатся разрываются и не получаются да и еще следующего так ты чего зависти я тебя слушаю просто я себя такая же чем у меня сейчас в отношениях происходит а да блин тогда надо на другую какую-то тему придумать нейтральную давай 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 чтобы эти не триггерила мне просто тема не триггерит вообще ну то есть у меня нет такого я сейчас выдумываю вот давай 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 ладно хорошо то есть я хочу создать отношения и если меня спросят для чего хочу создать отношения я буду говорить я хочу чтобы переложить ответственность и он мне закрыл мои дыры закрыл дыры такие в чувстве безопасности в комфорте обеспечил меня там деньгами для того чтобы опять же не важны там деньгами чтобы я понимала что я не пропаду мне безопасно мне комфортно да вот этот ты обеспечил он мне нужна мужская поддержка и сила чтобы я расслабилась потому что мне тяжело напрягаться из-за того что все со мной приходится делать то есть я его найду и он как бы страхи мои уберет я такая выдохну и мне станет легче потому что буду знать что если будет какая-то проблема он поможет мне ее разрулить один в один говорит что происходит просто по прям в один в один говорит у нас всех так у мужчины такие мужчины такие же страхи что придет женщина да его ее женской энергии разрулит многие ситуации то же самое то есть у мужчин мужчины от от женщин одну хотят женщины от мужчин другого не важно что мы хотим важно что мы хотим поиметь какие-то чувства которые мы закроем то есть вот это внутреннее одиночество беспомощность она очень глубоко сидит и очень тяжело ну одному справиться если бы второй человек то у меня закроется вот такие-то чувства но душа моя в глубине знает что если у меня будут отношения эти чувства в безопасности и в том и в том и в том я не закрою они как бы как мишура вроде поначалу как-то будут закрываться эти чувства но в глубине души я не могу закрыть внешним внутренние чувства которые я должна сначала дать себе сама то есть чувство безопасности к этому миру кто я есть ну я могу дать только сама вот когда мне безопасно в этом мире то мне совсем не будет безопасно если мне в этом мире опасно то сколько бы там сто мужчин будет хоть миллиарды денег не дадут и будет у меня дом квартира бизнес обеспечения всех до сто пятьдесят пятого поколения я буду я буду в опасности все равно потому что я буду меня будет триггерить другое я буду мне будет страшно что их потеряю что меня убьют что там мне будет еще опаснее жить с этой безопасностью мнимой внешней то есть я все равно найду миллион причин почему мне опасно неважно даже если мне закроют все эти внешние штуки дадут эту безопасность внешнюю я все равно буду откапывать бесконечно варианты чтобы найти эту опасность потому что это небезопасность триггерит меня изнутри и естественно зная это что подсознанием не ум ум то думает что сейчас мужик придет и закроет мои вопросы он думает но подсознательно даже если я не знаю подсознательный я знаю то есть не ум а я высшая моя знает что он не закроет поэтому я сразу уже разрушая вот эти вот отношения душа моя разрушает их специально для того чтобы я продолжала выкапывать это внутри себя потому что если я мужика рядом с собой поставлю то я туда вообще в глубину никогда не пойду и жить по жизни на в страхах не ну как было обеспечено будет а здесь у меня хотя бы без него есть шанс эту безопасность постоянно стремится закрыть и я разрушаю эти отношения я буду это делать до конца пока внутри эту безопасность не закрою как только я ее закрыл отражение в зеркале придет мужчина уже закрывать ему безопасность внешнюю от зеркалит сразу чем опасным не само собой тем опаснее будет с мужчинами рядом и я это знаю подсознательно поэтому так еще раз выключить уведомления я уже прям не знаю какие уведомления выключать пишут бесконечно у меня как бы и отношения сейчас и бизнес они две вещи которые важны тебе бизнес и отношения транслируют одно и то же что те чувства которые ты хочешь получить закрывая сделки получая деньги получая женщину получая извне что-то у тебя там целый букет чувств которые тебе требуется внутри себя обнаружить трансформировать найти понять да и вот эту целостность свою сначала собрать а потом у тебя целостность и гармоничность будет в отношениях с работой с коллегами с деньгами то есть как обратка дай переведу еще раз значит перевожу получается что я срываю сделки сам потому что показываю себе какое-то кино ну то есть грубо говоря у меня то есть я хочу получить какие-то чувства извне или как ты говоришь что я что-то получу допустим мы сейчас берем про деньги то есть я получу сумму денег почувствую эти чувства закрою то есть и ну грубо говоря ощущаю ощущу их и что за ними внутри стоит тоже почувствую и тогда как бы получается норм а ты говоришь сначала почувствую чувства сначала внутри себя это проживи и потом как в зеркале ты это получишь уже в жизни я правильно перевел почти ну нет хорошо что нет ты сейчас сказал как блогеры инфо цыгане зарабатывающие куча денег продавая какую-то херню типа давайте прочувствуем чувства и материализуем как типа по фильму секрет нет это вообще не так работает тебе нужно найти шаблоны мышления твоей опасности и безопасности трансформировать и понять что жизнь безопасно ты вообще в этом аватаре в безопасности найти в опасности безопасность безопасности найти опасность то есть тебе трансформировать эти шаблоны нужно и перестроить свое мышление то есть взгляд вообще на жизнь на себя на этот мир не сидеть чувства визуализировать проживать нет это тебе мышление надо менять свое для как смотреть на этот мир как жить по-другому то есть как думать как чувствовать это это чувство должно с тобой быть по жизни ежесекундно до самые до самого без конца то есть это не просто прожить чувство чтобы это материализовалась а ты должен встроить в себя это чувство которое будет каждую секунду времени как и жадность я почему жадность говорю потому что очень понятно вот у тебя триггерила там допустим на жадных людей к примеру да ты понимаешь что жадность и щедрость это одно и то же что нужно каждую секунду этой жизни от начала до самого бесконечного конца быть жадным жадным на каждый миг быть щедрым на каждое проявление свое то есть это твоя базовая функция как дышать точно также чувство опасности безопасности это твоя базовая функция которая должна быть встроена и проявлена каждую секунду времени то есть каждое слово каждое чувство должно быть встроено тобой и ты должен быть этим это твое естество проявления а не просто прожить чувство типа и забыть нет это вообще не к этому ты должен найти свою целостность разрешить каждому чувству всей твой темной стороне всем отрицаемым противоположностям которые мы отрицаем и стремимся вырастить противоположно надо их объединять собирать свою целостность гармоничность вот твой духовный путь все внешние деньги там достижение это просто мишура которая помогает достичь вот этого пути с которым твоя душа сюда пришла и она будет реинкарнировать наверное там тысячи раз я не знаю извините уведомление можно скрыть я так понимаю только по отдельности у каждого мешают для записи сорян мне просто для меня это важно поэтому я это додолблю до тех пор пока у меня в башке это не отложится то есть если правильно опять теперь понимаю у меня есть какие-то внутри паттерны либо шаблоны мышления которые мне в определенный момент срабатывают и не дают сделать сделку и выйти на другой уровень чтобы этого не было мне нужно первое забыть о том что ты вообще хочешь сделать сделку признать что они тебе нахер не нужны перестать хотеть деньги перестать хотеть сделки перестать хотеть стать миллионером я уже тебе говорила но имея эти желания ты должен выкопать какие чувства за них стоят чтобы встроить их в себя в свое естество и проявляться но благодаря отказу от всех своих желаний и желанием встроить все эти чувства которые стоят за этими желаниями ты будешь иметь все эти желания как само собой но они тебе будут не нужны но они у тебя будут как рука твоя как проявление продолжения тебя ну после отказа от всего ты каждый раз говоришь я хочу вот это добиться и ты делаешь все для того чтобы достичь этих желаний а ты должен сделать все чтобы не достигать этих желаний а а чтобы встроить в себя эти чувства. То есть у тебя фокус внимания не на том, что тебе нужно и истина, а на мишуре, который придумал для тебя ум. Ты никак не можешь переключиться. Сейчас я говорю, я с тобой не буду работать, чтобы сделать деньги. Я не буду с тобой работать, чтобы ты миллиардные сделки свои совершил. Я не буду с тобой работать. Я буду с тобой работать только в том случае, если ты хочешь своего духовного роста. Больше нет у меня. Никаких желаний работать с людьми. То есть хочет человек быть таким, окей. Но именно достижение всего этого внутреннего дает это внешнее. У тебя фокус внимания там, а не внутрь себя. Еще раз. По-русски лимит. Я пытаюсь для себя объяснить. То есть мне надо... Ну, для мальчика мне инструкция нужна. То есть я для себя должен... Ну, как бы не должен, а я чувствую. То есть я смотрю внутрь себя, какие чувства за этим стоят. Я их чувствую. Нет. Не надо их чувствовать, чтобы опять добиться чего-то. Ну, надо же шаблон убирать. То есть почувствовать надо обе крайности, и ту, и другую. Нет, не надо их чувствовать. Тебе надо их рассоздать, как мы делали много-много раз. И понять, что такое жадность. И жадно жить. Не чувствовать, а жить. То есть ты должен это использовать. Ты должен это встроить. Ты должен быть этим. Ты должен этим быть. Ты должен быть жадностью. Ты есть чувство. Ты не тело, тому мозг. Ты должен быть самой жадностью. Я есть не Нелли, там, Сергей. Я жадность. Всё. Я жадность. Я жадно всё. Всё живу. Каждый миг жадный для меня. Я проживаю этот миг жадно. Я есть жадность. Я есть безопасность, да. Я есть, там, слава. Кто там ещё? И противоположное. Я и то, и то. Но опять же, каждую крайность мы отдельно не берём. Мы сначала должны суть найти в двух противоположных сторонах медали, да, целое найти, что это вообще, что это такое, в чём суть каждого чувства. И тогда оно уже встраивается в тебя, ты его используешь. Но ты его используешь не когда-то там, чтобы прожить и чего-то добиться. А ты просто этим являешься в каждый момент времени. Я хочу мужчину, чтобы почувствовать себя безопасно. Я хочу, чтобы он исполнил мои желания. Я хочу, чтобы, там, он мной восхищался и хвалил, да, давал комплименты. Ну, женщины же там ушами любят, типа тоже этот триггер такой. Чтобы чувствовать себя красивой, нужной. Я должна свою нужность, я должна стать нужной для себя. То есть я есть нужность и ненужность одновременно, да, трансформируем шаблоны, что за этим стоит, мы выявляем, да, и становимся этим. Я есть сама по себе, ну, нужность, как бы без меня мира вообще нет, не существует. Когда мы доходим до каждого шаблона, мы его встраиваем, и оно является нашим естеством, нашим естественным проявлением. мы не проживаем эти чувства, мы есть эти чувства, мы из этого состоим, мы это делаем. Мы делаем свою безопасность, мы делаем свою опасность, опасность, безопасность мы уже тоже трансформировали много раз, понимаем, что это одно и то же. И это чувство, когда мы с тобой рассуждали, рассудили долгими рассуждениями, мы осознали, почувствовали, что это, да, и начинаем в себя встраивать. Своего благословения меняя. Не уходя в крайность, ища безопасность, уходя в опасность. Либо, наоборот, я ищу опасность постоянно. Мне нравится опасность. Я люблю все виды экстремального спорта. И чего я только не делала. Вот. Мне опасность очень нравится. И вообще, идти в опасность, как это, пить шампанское, самое крутое. Опасность – это идти в неизвестность. Она должна нравиться. Я просто к тому, что нам не нужно искать чувства, которые стоят за желаниями, чтобы их прожить и исполнить это желание. Это самый ложный путь. И мы будем всегда разрушать это, потому что наша душа поймёт, что ты просто время теряешь. Лучше заранее разрушить и опять заново с нуля начинаем изучать, что она хочет. И опять идём не туда, она опять этот путь разрушает, потому что он тупиковый. Чтоб ты времени не терял. Вообще, по сути, даже создание семьи, человека, все эти привязки к детям, к маме, к папе, к мужу, к женщине и так далее, это всё внешне и ненужное. Вот. Это человеческие вот эти вот программы, все эти привязки. Ну, мало людей, кто готов от этого отказываться, естественно. Так, ладно. Записать я записал, видео есть, пускайды меня доходят. Ты в глубине души переводим. Вот этот текст. Вот ты просто мне написал. Давай я ещё раз перечитаю. В ковид мы делали предложение от банков по финансированию, но так реально до сделки дело не дошло. Они хотели без своих денег войти в кредит за счёт каких-то других сторон, но это было трудно сделать, и в результате всё рассыпалось. По мне, эти люди боялись за то, что бизнес не стрельнёт, и они не хотели брать на себя ответственность, хотели на халяву пройти, но никто не захотел за них это делать. Тебя это триггерит. Внешний мир тебе показывает, что вот ты хотел помочь, ты выступаешь как третье лицо между людьми, которые хотят взять кредиты, и банками, правильно я так понимаю? Вот, ты получаешь свои комиссии, это основной источник дохода, ты банкир, мы всё это понимаем. Вот, и пришли к тебе люди и говорят, давай совершим с тобой сделку, найди нам, пожалуйста, кредит для банка. Какой банк нам даст такой большой кредит? Вот, но когда вы начали между вот этими третьими лицами и банком подписывать договор и что-то там решать, вы с банком начинаете понимать, что это халявщики, которые сами ничего не хотят сделать, они хотят вообще взять кредит и даже не на себя, на каких-то непонятных лиц, правильно? Нет, они на себя хотели брать, но компания была, не тянула по обороту. Ну, в общем, фейковая тема, которая, на которую хотели взять деньги, правильно? Ну, плюс-минус. Компания, которая не тянет на... Да, не тянет. Не тянет, вот. Мы берем эти внешние обстоятельства, киношки, и переписываем их, меняя, что мир транслирует мне. То есть, банки, это, по сути, что ты там прочитал, это кредиты, что такое банки? Идет доверие себе, кредит на исполнение желаний. Да, то есть, это когда мы себе обещаем, я вот хочу сделать, желать... То есть, любое желание твое, да, мы уже с тобой обсуждали, не истинное. Любое желание, оно не истинное, потому что истинные желания, они уже исполнились, что их желать. Но они... Это и есть продукт моего желания, всё, что вокруг здесь сейчас творится. Так вот, когда мы что-то желаем, мы себе берём это желание в кредит. Ну, то есть, это кредит доверия. То есть, я пожелал сделать себе красивую прическу завтра. Вот у меня есть желание пойти сделать прическу завтра. То есть, не здесь сейчас, а завтра. Я беру кредит, кредит энергию, которую мне нужно отдавать. Энергия уже образовалась. Я её образовала, у меня в этот момент долг. То есть, прическа должна быть завтра, а у меня уже долг. На прическу стоит, допустим, 5 тысяч рублей. А у меня уже долг на 5 тысяч рублей образовался. Потому что я пожелала завтра сделать прическу. И я должен пройти эти шаги, чтобы этот долг у меня списался с меня. Но я эти шаги не сделал, не дошёл. И у меня 5 тысяч рублей висит долг. И этот долг во внешнем мире может проявиться в любой сфере, любым образом, ну, в моменте он проявляется. Это что угодно может быть. начиная, что я на 5 тысяч рублей могу что-то там потерять, сломать, здоровье, материальное, нематериальное, неважно, отношения, ругань, ссора. То есть, какой-то долг. Потому что я не дошёл. Опять же, эти сферы, если копать ещё глубже, они будут связаны с желанием. я это никогда не рассказываю, потому что люди вообще в дебри уйдут, и у них эта крыша поедет. То есть, получается... нет желания. Если я сделал и получил деньги, тот долг закрыт. И даже, допустим, если я сделал... Ну, когда я сделку сделал, полностью исполнил, получил деньги в полном объёме, долго нет, я себе всё исполнил. На эти деньги, которые я получил, я, допустим, купил всё, что я себе хочу, поэтому я желание полностью исполнил. И у меня долго перед собой не образовалось. деньги которые захотел я их потратил на желание которое я хотел я желание исполнил долго нет то есть ты пожелал сделать сделку я пожелал долга я допустим сейчас пожелал купить машину простой пример я хотел купить машину мне машина 2 пришла которую я хотел два раза сделки которые я хотел ни хрена не закрыл машина стояла меня ждала два раза которую я хотел теперь я понимаю что блять не сейчас надо сделку закрыть мне уже стыдно перед людьми но мне захотелось другую машину я говорю блять себе стоп ты хотел ту машину а теперь нет желание я хочу и ту и эту я говорю хорошо хер с тобой берем и ту и эту не будем выбирать просто берем обе машины стоит это столько-то дохуй без ним вопрос я сейчас ну чтобы себя не обманывать не создавать себе долго я говорю хорошо вот это стоит столько-то это стоит столько-то обе машины ты знаешь все тебе от этого комфортно хорошо ты считаешь желание исполнил тебе клёво ну да все отлично покупаем две машины сразу и закрываем эту 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 историю и я не знаю почему я допустим там не купил эту машину дважды уже сделка просто не ходил поэтому меня вот это вот место вот именно вот это место для меня принципиально важно разобрать меня в голове это отложилось чтобы я понял как это пройти сейчас люди таких вещей никогда не узнают а ты хочешь вот прямо сейчас по понять до конца до конца даже я не понимаю и ты не поймешь ты хочешь невозможное да я всегда хочу понять законы мироздания до конца и как весь этот мир работает это непостижимо человеческому уму удачи блин как можно быть так таким наивным по этому пункту я перевожу то что ты мне говоришь что у меня это отложилось еще раз ты не здесь и сейчас уже когда что-то хочешь это уже ты мертвый не генерируешь энергии мы только здесь сейчас можем каждый миг жить и генерировать энергию вот здесь сейчас есть желание прям самую в эту секунду говорить есть писать смотреть все это достаточно то что ты хочешь завтра это просто минус энергии все но энергия это радость получение удовольствия и радости сейчас здесь еще зачем тебе хотеть машину купить завтра вот завтра не подумаешь вот у тебя есть деньги ты хочешь купить машину ты прям идешь в этот момент ее и покупаешь отдаешь за нее деньги вот это я понимаю нормальное желание люди живут в кредиты постоянно них это не хочу каждое твое желание это кредит каждая еще раз делки срываются потому что я показываю все кино кино это мои желания истинные и опыт и что под заключается в том что нет надежды на то что эти желания исполнится кто-то их решит за меня то есть я перекладываться на другого через третьих ли что они сбудутся бессмысленно этого ждать удобного это так далее потому что это не произойдет но должен сначала я себе это дать а только потом мир это транслирует мне выразить материальной форме как зеркаль вот да я для себя момент чтобы не он был понять я пока до сих пор его не разжевал на себя вот вот в этот момент вот вот эту всю историю что я правильно понимаю что я вот как ты сейчас говоришь то есть желание это когда я сразу беру и делаю получают эту энергию и радость вдохновение эйфорию и как бы вот в этом состоянии иду и это исполняется мгновенно сейчас мы сейчас говорим про абсолют люди так жить не умеют мы сейчас говорим про самые идеальные обстоятельства которые могли бы быть но мало кто так может умеет и будет так жить сейчас мы говорим про абсолют абсолют это когда ты живешь здесь сейчас в эту секунду и все и не имеешь никогда никаких желаний в кредит вообще никаких и когда ты понимаешь что ты живешь здесь и сейчас ты понимаешь что тебе ничего на самом деле вообще не нужно ты не можешь вот зачем тебе сейчас ламборджини вот прям здесь сейчас ты сидишь со мной общаешься ты не можешь одновременно ехать на ней то есть мы же мы хотим просто мнимые картинки живем в будущем нашего мозга в настоящем нету мы живем в прошлом и в будущем всегда еще раз это я понял вопрос я потихоньку откладывается то что ты говоришь у меня вопрос то есть я чувствую делаю не перекладываю ни на кого здесь сейчас сразу транслирую и исполняю и в мои внутренние желания и состояния она как бы показывает как только она скажем выравнивается или соответствует этому желанию она трансформируется как в зеркале на внешнем материальном мире я правильно перевел еще раз ну грубо говоря да слава богу идем дальше мы потеряла хотелось у какой-то мысли сказать говори я по времени норм да я смотрю на него до 22 еще поработаем то есть и получается разрушаешь свои сделки потому что во первых кредит доверия который ты себе обозначил виде желания какого-то нужно реализовать какими-то шагами которые ты не готов делать ты хочешь переложить ответственность чтобы вас ну другие делали все эти шаги какие-то до твоего желания наше желание это не образ картинка которая говорит о сделке а то что лежит за этой сделкой за твоими сделками что лежит я уже тысячу раз у тебя спрашивал по чувствам не так и не сказал все переводится у тебя на материальное зачем тебе нужно закрыть вот эту миллионную сделку чтобы что этот вопрос уже был много раз задан ответ почувствуйте а чтобы что зачем зачем чувствовать себя богатым чтобы выйти из нужды и почувствовать это состояние богатства изобилия вот состояние богатства изобилия это чувство и она никак не может это тоже самое другое чувство эйфории радости вот этого этот сложно объяснить такого слова нет то чувство которое дает вот это вот состояние это даже не банк это выше чем ты не знаю как это объяснить это некое чувство богатство изобилия еще много там других состояний которые это дает и вот в этом состоянии очень клёво находиться потому что это очень ресурсное состояние в этом состоянии все получается вообще все да и это ресурсное состояние абсолютно никак не связаны с деньгами. Чтобы ты это понимал. Вот. Это твой шаблон, который разрушит тебе все сделки и будет дальше разрушать, если ты это не поймёшь. Потому что ты в состоянии вот этого вот счастья, радости, изобилия связал с деньгами. А то, что изобилие, блядь, воздуха, изобилие, блядь, минут жизни, изобилие дней жизни, изобилие знаний, изобилие книг, ты вообще пропустил. То есть, деньги это маленькая песчинка из миллиардного изобилия, которое вокруг тебя есть. А ты его ни хуя не видишь. У тебя только деньги. Вот. Доллары в деньги. Чувство изобилия не связано с деньгами. Вообще. И когда изобилие будет вокруг тебя с тобой всегда, и ты будешь, ты сам станешь этим изобилием, вот только тогда будет внешнее изобилие ещё таких моментов, которые тебе нужны. И деньги тебе ничего не дадут. Вот у тебя есть там все бесконечные деньги мира. Ну, купил ты машину, поставил гараж. Ну, купил ты дом, вот он стоит. Ну, купил ты там то, то, то. А ты в этот момент что будешь делать? Ты будешь сидеть на диване и смотреть фильм. Или сидеть в машине, а у тебя всё, что ты имеешь, оно не будет даже в поле зрения тебя. Ты просто будешь где-то знать, что это где-то есть. И поэтому я чувствую чувство безопасности. Это просто такой гон. Вот у тебя есть все деньги, а ты при этом будешь делать ровно то, что ты делаешь без денег. Абсолютно одинаково. Ты также будешь сидеть, пить воду, есть лобстера или краба, которую ты вот прямо сейчас можешь и без денег поесть. И ты недавно ел эти крабы, красную укру и так далее. Неважно, есть у тебя деньги или нет, ты будешь есть то же самое, пить то же самое, сидеть в той же самой одежде, сидеть на диване точно так же, как ты сейчас сидишь. У тебя будет такой же стол, такой же телефон, тебе ничем не изменится. Абсолютно. У тебя будет куча денег, но при этом они просто будут цифрами на счетах. И ты никак с этими деньгами не будешь, ну, как сказать, ты думаешь, вот у меня будут деньги, я сейчас возьму, сяду и поеду в одну страну, в другую, в третью, в пятую, десятую. На это тоже нужен большой промежуток времени, чтобы менять эти страны. И миллиарды не могут одновременно сделать так, чтобы ты моментно в один день побывал во всех странах мира. Ну, смысла нет, ты даже не насладишься ничем за одну секунду везде побывать, потому что у меня куча денег. То есть, зачем тебе это? Вот зачем тебе эти деньги? Чтобы чувствовать чувство. Это вот то же самое мы с тобой разбирали. Ты сидишь возле пальмы, давай, я сижу возле пальмы, а ты, чувак такой богатый, приехал и говоришь, ты чё, бичиха здесь бедная, возле пальмы на солнышке сидишь, апельсин на голову у банана там падает, рядом апельсины, тут бананы, сижу ем. Не, чтобы пойти работать. Я говорю, а зачем тебе работать? Ты говоришь, ну как это, можно пойти поработать, купить лодку, наудить рыбу, продать эту лодку, купить две лодки, а потом три лодки, а потом завод, а потом куча людей нанять. Вот у тебя корпорация, я тебе спрашиваю, за счёт чего? Ну, ой, зачем? Ты такой говоришь, ну вот, я когда сам работал, лодки покупал, у меня было много денег. Я кучу людей уже нанял, чтобы у меня освободилось время, и я мог прилетать, блядь, на вот этот остров, чтобы сидеть под пальмой и есть бананы, ничего не делать. А я говорю, а я тоже ничего не делаю, ем бананы и лежу под пальмой. То есть, всё то же самое. Ты хочешь то, что тебе не нужно. Но когда ты от этого откажешься, возможно будет, возможно не будет, тебе должно быть пофигу. Но когда ты этого хочешь, чтобы закрыть вот эти чувства, ты этого никогда не получишь. Ты либо будешь это иметь само собой разумеющееся, либо ты будешь в нужде от недостатка хотеть порождать недостаток. Всё. Тут два пути у тебя. Понять, что тебе это нахрен не нужно. Ты хочешь чувствовать изобилие. Тебе надо стать этим изобилием. Ты хочешь чувствовать любовь, тебе надо стать этой любовью. Ты хочешь чувствовать всё, что ты хочешь чувствовать, тебе нужно быть этим. И понимать, что противоположная нелюбовь – это тоже любовь. И что твоя безопасность – это и есть твоя небезопасность. И то, что изобилие, это есть твоё неизобилие. Потому что изобилие, оно вообще в другом. Изобилие на чувства, на свою целостность, на жизнь, на иметь тело, иметь действовать, что-то делать. А вот у тебя деньги, расслабишься, даже делать не будешь. Ты быстро помрёшь. И смысла существования даже у тебя не будет. Что ты будешь делать, кто у тебя будет? Весь мир твой, все к тебе поклоняются. Вот ты богатый, вот все люди тебе аплодируют. Но опять же мы переходим к тому же, что в прошлый раз обсуждали. Да, буду создавать новый мир. Ладно, давай. Потом я это тянулось долго, ещё до пару лет. Они делали ещё оплату в миллион рублей. В 2020 году, по-моему, зимой мы с ней поругались чуть ли не до суда. Потом было много угроз, скандалов. Они писали, ну, короче, там было ругань и так далее. Мы разосрались в говно. Но я этот долг вернул в прошлом году, закрыл его. Какой долг был? Ну, как бы, личный долг закрыл. А миллион семьсот, они пока так и висят. Но они висят на другой компании. Поэтому я думаю, что с этим делать. Миллион долларов? А? Миллион долларов? Рублей, рублей. Ну, это мало. А у меня нет таких, слава богу, долгов. И я не создавал их, и слава богу. А в марте, ну, и так далее. Много долгов по квартире. Ну, это всё, короче, было. Потом выводы. Это тянулось долг. Где-то пару лет отдал себе ещё энергии на один миллион перемен. И разругался с собой чуть ли не до осуждения себя. Потому что потом я себе угрожал, скандалы критиковал, унижал. И все сопутствующие конфликты. Давай с выражением и медленно. Вот, чтобы вникнуть, а не вот это вот быстро-быстро прочитать. Потом это тянул долго. Где-то пару лет. Я дал себе ещё энергии на один миллион рублей перемен. И в 2020 году я разругался с собой. И чуть ли не до осуждения себя. Потом я себе угрожал, скандалил, критиковал, унижал. И все сопутствующие конфликтовали мои желания с моими действиями. Я критиковал и обижал себя за свои действия, поступки. Смотрел в прошлое, давил на себя. Но в результате всё свелось к тому, что я выкинул себя из зоны комфорта. Полностью это пресеклось с моими действиями. Перекликалось с моими действиями. Где я давно задолжал себе комфорт, зону душевного покоя и уюта. И подставлял себя с этими чувствами. Обещал много раз, но не давал. Я себя выкинул из зоны комфорта со скандалами. И осуждал себя, что не даю себе этот душевный покой. И теперь на меня, мне до сих пор висит этот долг. Себе душевного покоя и уюта, который я себе задолжал. Ну да, до сих пор квартиру не купил. Постоянно я обесценивал всё то, что я делал для себя. И поэтому и образовался этот долг. Ноль благодарности себе за всё. Ты всё время критикуешь себя за действия, получается. Что мы здесь видим? Очень долго тянулась вот эта вот тягомотина, что я хочу, не даю. Опять хочу и не делаю. Я себя критикую. Мои желания истинные не согласованы с моими действиями. То есть я делаю одно. Не то, что я хочу на самом деле. А делаю то, что там хочет кто-то или мой ум, неважно. Я критикую себя, обижаю, оглядываю всё время в прошлое, давлю на себя, заставляю себя что-то делать. Всё сводится к тому, что я выкидываю себя из зоны комфорта. Полностью это пересеклось с моими действиями, где я давно задолжал себе комфорт. То есть душевный покой и уют представлял себе и подставлял себя с этими чувствами. Обещал много раз и не давал. Короче, ты хочешь, ты себе обещаешь и не даёшь почувствовать вот этот душевный уют и комфорт. Душевный уют и комфорт – это твоё тело, твой миг здесь сейчас, это твоя жизнь. То есть ты никак не можешь успокоиться и просто жить, наслаждайся этой жизнью. Ты всё время беспокоишься, что я пока не достигну этих каких-то высот, то сейчас расслабляться мне нельзя. То есть душевного покоя, уюта просто жить, наслаждаться этой жизнью у тебя нет. Ты себя выкидываешь из внешнего уюта и комфорта, чтобы дать почувствовать эти чувства внутри. Вот, например, у меня есть такой пост, и видео было. Если человек хочет научиться любви и просит у любви Бога, он даст не любовь, а условия, где человеку придётся научиться любить. То есть он отберёт у человека всё, даст ему одних врагов, даст ему предателей, чтобы человек даже в этом научился любить. по-другому, ну, как бы, не научиться. Дать ему объект любви проще всего. Ну, то есть что тут учиться? Это слишком просто. А вот чтобы научиться любить, несмотря ни на что, да, то ему придётся пройти кучу испытаний. А если человек просит комфорта, да, ему дастся дискомфорт, чтобы он в нём научился жить в комфорте. Ну, то есть как научиться комфорту? То нужно пройти вот это вот обучение, да, нужно, несмотря ни на что, найти комфорт во всём. То есть даже выброшенным на улицу я должен найти, как мне комфортно, чтобы было прожить там. То есть я, когда пройду все круги ада, мне будет комфортно везде. Вот, например, есть чувак Эд Халилов, я его обожаю, он тренирует там чуть ли не спецназ, он вообще очень крутой, у него все трешовые вообще тренинги, где они там уходят в тундру, где снега, там минус 40 мороз, проживают там с командой мужиков, кидают одного в прорубь, а другие должны 200-300 метров пробежать, его спасти, там может реально, там всё очень опасно. И круто, я была в одном проекте на выживание. Это было, ну, просто треш. Каждый день кололи уколы, потому что сознание теряло ежедневно, и на таблетках, и вообще просто на необитаемом острове такой момент был. И он нам всё время рассказывает, ребят, я научился комфортно спать на дереве, ну, потому что медведи внизу и волки постоянно ходили, что делать, блин, хотя они там бегают, бегают, но там специально. Я, говорит, научился спать стоя. Мы всю ночь спали стоя по коленам в воде, потому что был тропический дождь, и остров маленький, на котором мы были в Среди Индийского океана, затопило. И мы просто стояли по коленам в воде всю ночь и держали вот так вот тент. И не спали 2 суток. Там был просто трэш. Когда в 2 часа ночи начался дождь, мы поднялись и просто стояли вот так спали. Он научился комфортно спать в любых условиях. У него очень много тренингов на тему то, что, ребят, давайте спать, учиться в любых условиях. И он прям тренирует онлайн, у него даже есть такие тренинги, да, как быстро засыпать. И он учит не быть принцессой на горошине и спать на любой поверхности, в любом положении. Он учит чувствовать себя комфортно даже в лесу, когда у тебя нету хрена. Ты просто тупо выживаешь. Но если ты прошёл школу жизни выживания в лесу, то ты выживешь уж, наверное, в городе-то 100%. И тебе будет даже всякая фигня, которую люди боятся в городе. Ну, просто казаться не то, что там не проблема, а изи. Если мы просим комфорта душевного, мы лишим себя этого комфорта, чтобы научиться. Ты себе этот душевный комфорт не даёшь. Ты не хочешь просто жить, наслаждаться этой жизнью и расслабиться. Тебе его нужно через достижение только найти. И ты сам у себя внешний комфорт отбираешь в виде жилья, оставляешь себя на улице, отбираешь квартиры. Всё, чтобы научиться душевному комфорту, несмотря ни на что. Но когда ты поймёшь, что такое душевный комфорт, и будешь его испытывать, несмотря на внешние обстоятельства, тебе будет очень хорошо душевно, морально жить, просто вот быть в этой жизни, просто быть. Неважно где, неважно как, неважно в чём, неважно с кем, то тебе будет хорошо, тебя перестанет это внешне беспокоить. Когда тебя перестаёт внешне беспокоить, у тебя решены все проблемы, потому что тебе будет комфортно. И ты даже не заметишь, что сегодня ты на изи в лесу, ну, кайфуешь в палатках, завтра ты живёшь в самом дорогом месте мира, на изи, и тебе не будет колбасить, что это недоступно для тебя. Как это сказать? Когда для тебя что-то естественно, ты получаешь это естественно. Мгновенно. Например, мне естественно ездить на такси. Даже если я не заработаю, даже если я не зарабатываю, даже если у меня год не было ни копейки денег. Мне комфортно ездить на такси? Для меня, естественно, я не езжу на автобусах, потому что я не люблю толпу. У меня сразу там паническая атака просто. И я всегда там в Москве езжу на бизнес-классе, потому что я не понимаю, даже если я не знаю, что поесть, я откуда-то, как и у алкашей, на алкоголь, у меня есть возможность ехать на такси. Потому что для меня это естественно. в башке нет шаблона, что там это дорого, или что-то это не так, или что-то это еще. Я понял. Алкаши, им естественно бухать, и у них всегда есть алкоголь. Я понял. Роман, один из партнеров, фокус-бассу, мне тогда привез документы на подписи под давлением, я их подписал, он мне дал 50 тысяч рублей, эти 50 тысяч я ему вернул. Он смог, я смог перебраться, даже не помню куда. Опять упал на дно. Перевод. Я решил дать себе... Надавить. Идет. А, надавить. Надавить на себя. На себя. Мне на себя разрешить сделать какую-то сделку. Не улавливаю, ну, суть, сори, описание, подробностей нет. Заставил себя решиться на нее и не дал себе немного энергии перемен. И смог куда-то перебраться с дискомфортом, в какой-то комфорт, но который на уровне дна. Грубо говоря, заставил себя решиться чего-то крупного, в чем была заморожена моя энергия, чтобы дать себе из этого немного энергии и надешенный комфорт. Но и тут был недоволен, так как расставаться с привязками я был не готов. И пришлось пожертвовать для маленького сучки спокойствия, душевного, уюта для себя. Здесь понятно, о чем речь? Да, это то же самое, что еще с роликсом сделано. Вот. В прошлом году... Для того, чтобы вот здесь сейчас кайфануть маленьким кусочком, мне придется пожертвовать какими-то большими глобальными вещами. Для того, чтобы сейчас какую-то там потребность закрыть, потребности. И нам приходится очень много разрушать крупного для вот этих мелких потребностей. Либо... Короче, недавно у меня был пост и опять видео. Я тебе еще раз про него скажу. Просто раз тебе говорила. Чтобы добиться больших желаний, которые состоят из маленьких, мы должны маленькие себе давать. Мелочки. Все состоит из мелочей, из каждой мелочи. Если я себе не позволяю душевного комфорта, даже в мелочах, считая, что это мне не нужно, и у меня цель только душевный комфорт от миллиарда денег, то ты никогда не получишь эти миллиарды денег, и не будет этого большого душевного комфорта, потому что ты не испытываешь душевный комфорт каждую секунду времени. То есть, если у тебя нет каких-то винтиков, у тебя нет часов. И ты будешь разрушать все большие недоделанные вещи, чтобы оттуда достать. Вот эти кусочки, которые ты себе не додаешь, хотя можешь и додавать. То есть, пока ты каждую секунду не будешь с душевным комфортом проживать эту жизнь, хотеть его получить сразу в миллиардном куске не получится. У тебя душевный комфорт связан равно миллиард, или там равно бесконечность денег. Вот тогда душевный комфорт и уют. Или душевный комфорт и уют равно квартира. Нет. Это никак не связано. Если на душе есть покой, ну, душевный... Вернее, если на душе его нету... То, чем бы ты там ни обкладывался, душевного покоя так и не настанет. Я понял. Да что ты понял? Каждый раз ты меня говоришь. То, что надо получать удовольствие и от мелочей то же самое. От каждодневных мелочей в том числе. Тогда получишь удовольствие от большего. Да, но это ты только про удовольствие говоришь. Хватит цепляться за одно удовольствие. Смотри, сколько у нас миллиард шаблонов просто других. Ну, хорошо. Я-то как бы не получаю... Ну, как бы я говорю про удовольствие. Что такое удовольствие? Это объемлющий кусок, в котором использованы все чувства. Всё. То есть ты жадно проживаешь этот миг. Максимально. Долго. Трудно. Сложно. Там, я не знаю, куча шаблонов. И вот это всё и будет составлять твоё удовольствие. Ты хочешь получить удовольствие, не понимаешь, из чего оно вообще состоит. Ты ищешь то, не знаешь что. Ищешь там, не знаешь где. А где это? Здесь, сейчас. А что? Это все твои вот эти шаблоны, все твои чувства. То есть это удовольствие, радость, счастье. Это просто общее. И как и любовь. Это общий кусок, как часы, в котором много винтиков. И тебе нужно винтики собрать, а не часы. И винтики, и часы. Часы получатся из винтиков. Детальки, детальки. Каждая деталь. У тебя шаблонов там. Я хочу испытывать вот это вот все. Уже понятно, что надо испытывать все. Это уже понятно. Нет, не испытывать все. Ты можешь быть вообще не испытывать все. Когда ты все отпустишь и не будешь хотеть даже испытывать, оно будет... Это должно быть встроено в тебе, и ты должен быть этим. То есть ты должен быть... Я есть жадность. Жадно. Не упускаю ни один миг в этой жизни. Просто наблюдаю каждую секунду времени, проживая его. Все. И больше мне ничего не интересует, кроме этого. Жадно. Быть здесь сейчас. Жадно. Это просто одна сторона. Щедро этот миг, проживая, делая, вот что я делаю. Наблюдая, не критикуя, наслаждаясь благодарностью. Окей. Помимо наслаждения, есть еще быстро, долго. Твои триггеры, которые... Я хочу все и сразу и быстро. Все сразу и быстро. Это белый шум. Это ничего. Представь, ты все песни включишь хотя бы, да, 20 песен ты включишь, попробуй всеми песнями сейчас насладиться. Деньги приходят под желание здесь сейчас. Кусочками на каждое желание. Они тебе не нужны, потому что вот тот кусочек, который ты можешь реально потратить, ты тратишь. Все остальное — это твой кредит, это долг. И он списывается с тебя все время. Списывается со здоровьем, с других сфер жизни, пока ты его этот долг закроешь, ты наперед прописываешься, куча желаний. Опять возвращаемся к тому. У тебя долги, жизнь списывает без тебя, но она у тебя их списывает, забирая, как десятину забирая со всех сфер жизни, пока ты до этого долго дойдешь для его реализации. То есть, зачем тебе сейчас в данный момент сидеть и мечтать о Феррари, если ты в этот момент можешь делать и замечать другие вещи. Вот зачем тебе сейчас думать о сделке, как ее закрыть, если ты со мной сейчас общаешься, думай, как уловить инфу? Я сейчас этим не занимаюсь. Окей. Я сейчас они не думаю. В 2023 году я отдал эти 50 тысяч с тех самых 10 миллионов первых денег и забрал расписку. А по компании, по тем документам, что они тогда у меня вытащили, висит долг, ну, я тебе уже сказал, на эту сумму. Перевод. В прошлом году я возвратил себе немного долга, сделал что-то из давних обещаний себе и вроде как больше не имею долгов к себе, так как сейчас все долги к себе лежат в настоящем моменте, а не в прошлом. Ну да, я закрыл самый старый долг к женщине, который мне первый бизнес открывал, я ей отдал вместо 60 тысяч рублей миллион. Это был самый такой правильный шаг. Ну, то есть, я закрыл все текущие долги вообще под ноль. Осталась следующая часть долгов, как только я сейчас закрою, я уже всех посчитал, все, долгов у меня вообще не будет и все, нафиг с этим закончим. То есть, есть все то, что я себя вытащил до сих пор и мне висит по сей день. Ведьева-то, однако, ну, вроде мне видится, что тут речь про то, что не надо доделывать все обещания и желания из прошлого. Наш долг сейчас внешний, это долги себе недоделанные обещания, недополученные чувства радости от сделанных себе желаний из этих обещаний вот так. Вспоминать необязательно, что именно я хотел в прошлом, чтобы себе начать додавать. А достаточно понять, что я сейчас хочу из чувств, которые я должен научиться сейчас себе давать и этого достаточно. Например, я хотел в прошлом машину, давай читай. Например, я хотел в прошлом машину какую-то определенную. понимая, что сейчас она мне нафиг не нужна, то необязательно закрывать кештальт. Достаточно подумать, а что именно я сейчас хочу или в прошлом я хотел заняться йогой. Не обязательно возвращать себе долг или идти закрывать недоданное обещание в виде йоги, а нужно понять, чем сейчас для тела и души я хотел бы заняться. Чувства. Мне было очень обидно, больно и противно, потому что как все время сделка была на грани исполнения и выполнения обязательств. Но постоянно в последний момент происходили события, которые все перечеркиваю, сорвало сделку какой-то херне, хумне или бреду, которые несли люди, банк и так далее. Перевод. У меня на себя обида, я себя обижаю, мне больно и противно, потому что как все время я готов был все исполнить, что желала моя душа и дать себе все чувства, выполняя свои обязательства перед собой, но постоянно в последний момент я себе все время перечеркиваю и порту по какой-то херне, хуйне или бреду, который я нес. Пытаюсь показать, что мне необходимо делать, я переворачивал это, как мне не нужно. задалживал, задалживая себе эти действия и чувства, разрушая свои шаги. То есть... Ты уже в обиде сейчас сидишь. Мы здесь выявили обиду. Вот это как раз в последний момент всякой херне, хуйне, которую несли люди, которые я нес. Пытаюсь показать, что мне необходимо переворачивал это как мне не нужно, задалживал себе эти действия и чувства. То есть я нес всякий бред вместо того, чтобы делать действия, которые я хотел сделать в этот момент. Я правильно понимаю? Ну да, то есть вот ты примерно понимаешь, какие ты чувства хочешь испытывать, что ты хочешь получить. Ты примерно понимаешь, как ты хочешь жить. Ты понимаешь, какие действия нужно делать, ты начинаешь их делать, а потом начинаешь нести бред самому себе. Типа, нахера это делать, тебе это вот неважно, вот лучше там миллион заработать, зачем мне сейчас наслаждаться жизнью, когда мне работать надо и так далее. То есть какими-то мыслями ты лишаешь себя действий, которые в данный момент, здесь сейчас тебе счастье приносят. Ты отказываешься от счастья сейчас, чтобы его потом получить. Но ты потом не получишь, потому что в сей час, в сей часе, в сей часе счастья. Понимаешь? Ты себя отговариваешь от каких-то моментов. Я за тебя ничего не знаю, мы переводим твой текст, это ты вот себе говоришь. Я хрен его знаю, от чего ты там себя отговариваешь. Я сейчас как раз пишу за тобой. Все, что ты сейчас говоришь, я пишу за тобой. Я тебе пересказываю твой текст, который я тебе перевела с твоего. Я сейчас ничего за мной писать можно не писать. Мне было комфортно, я пишу, потому что это сомнение, которое ты сейчас сказала. И я вместо того, чтобы получать сейчас счастье и удовольствие в моменте, я начинаю мыслями гонять в себе сомнения, которые мне не дают реализовать, сделать те действия, вместо того, чтобы получить сейчас удовольствие от жизни. в следующем моменте делать удовольствие от жизни, я гоняю себе мысли, которые мне мешают это сделать. Вот теперь мне понятно, что это такое. Ура. То есть бред несешь ты, когда лишаешь себя счастья жить эту жизнь просто на полной катушку. Жить эту жизнь это как? Вот как это проявляться? Все блогеры говорят, берут миллионы денег, ничего не объясняют. Как это проявляться? Это когда ты понимаешь, что весь, вся жизнь это просто кино. И ты просто ходишь в этом аватаре, как в 3D очках, и тебе задание давало пойти это сделать. Чтобы ты понял, как это, о чем мы вообще с тобой говорим. Когда ты идешь, играешь в этих очках, ты полностью вовлекаешься в эту игру, тебе страшно, ты испытываешь все эти же эмоции. там страшно перепрыгнуть с крыши на крышу. Ты перепрыгиваешь со стороны, это, конечно, смешно смотрится, наблюдающих за теми, кто играет. Но ты реально боишься. При этом мозг твой еще где-то там на дальних отступах фиксирует, хоть иногда забывается, одновременно. О том, что это все-таки играет, ты не погибнешь, ты не умрешь, это безопасность. То есть ты держишь оружие, убиваешь там каких-то людей, которые нападают, в войнушку играете. Вот надо тебе в такой VR пойти. Ты в реальной жизни бы не поднял бы автомат и не пошел бы убивать. Там ты идешь, зная, что это просто игра фейк. Но при этом тебе реально страшно, ты испытываешь панический страх, когда в тебя стреляют, нападают, ты убегаешь, и у тебя в животе сжимается, и не только в животе, все сжимается. Потому что ты испытываешь реальный страх, что тебя прибьют в этой игре. Люди даже, когда в компьютерные игры просто играют без VR-очков, не погружаясь в эту виртуальную реальность, они испытывают вот этот адреналин. Когда они там бегут в лабиринте, а за ним какие-то чертики бегают, надо монетки собрать. Я понимаю, что это безопасно, но мне все равно страшно, и я играю в эту игру. И в жизни твоей ты должен также проявляться, понимать, что ты в игре одновременно помнить, что ты не ум, не вовлекаясь слишком серьезно в эту жизнь, а играючи, как наблюдать за собой со стороны, и что вся эта внешняя мишура это киношка, которой, блин, не существует, и что ты в безопасности, ты просто в аватаре, твоя душа никуда не денется, ты бессмертный, у тебя должно быть куча шелухи убрана с твоей головы, и ты должен наслаждаться всеми проблемами, всеми делами, не для того, чтобы их решать, а потому что это игра. Ты же не решаешь, зайди в игру в компьютерную, ты же не решаешь там, вернее, ты не проходишь все эти лабиринты даже в Марио, да, чтобы закончить, ты играешь не для конца, тебе неинтересно иметь читы все, чтобы быстренько пройти и закончить ее за минуту, эту игру. Ты хочешь в нее подольше поиграть, весь смысл получить эмоции от игры, вот весь смысл твоей жизни получить эмоции, чувства, наслаждаться этими чувствами, наслаждаться, как ты идешь, там убиваешь, наслаждаться, когда собираешь монетки, разгадываешь загадки, проходишь трудности, чем труднее играть, тем кайфовее она, понимаешь, а ты не хочешь играть в эту жизненную игру, но как только тебе, ты выйдешь на поле, и будет здесь кучка золота, здесь стакан с водой бесконечной, здесь с катерском, обранкой, ты будешь, и тебе никуда идти, нечего решать, нечего делать, скупка, смысл жизни пройдет, ну, ты же не будешь просто есть пить, есть пить, пустыню, и ничего вокруг нет, никаких трудностей, одна лишь безопасность, один лишь душевный комфорт, вот, и диван, большой-большой, все, и там мультики, это совсем примитивный, так вот, ты стремишься к этому, примитивизму такому же, нет, я стремлюсь, как раз там, ну, и следующий этап, это сделать уже другие действия, то есть создавать что-то такое классное, которое масштабное, это другое, а для чего? Чтобы создавать и делать мир лучше, чтобы что, ну, и сделал ты лучше, огромное удовольствие, когда ты научишься получать это удовольствие просто так, ничего не делая на ровном месте, тогда ты будешь получать от всего удовольствие, и все внешнее у тебя будет складываться так, чтобы это удовольствие было бесконечным, но, если ты не умеешь получать удовольствие просто так, то ты никогда не достигнешь того удовольствия, которое ты хочешь от действия. Это я уже понял, вот это как раз вот эту мысль, я уже понял. Ты до сих пор хочешь что-то достичь и что-то сделать, да по хрену этому миру, его не существует вообще. ты сначала себе помоги, у тебя желание желание помочь людям и этой планете, но пока ты себе не поможешь, а ты будешь несколько реинкарнаций помогать, ты вообще до планеты как до луны пешком, честно говоря. помоги себе там вообще во всем, в здоровье, в душевном комфорте, во всех своих шаблонах, в своем, блин, в собственном росте, в своих чувствах, и тебе жизни не хватит, чтобы вот это себе дать и помочь, и тебе надо все внимание на себя направить, и ты во внешнее. Какой мир, если ты себе помочь не можешь? Давай так вот, ну, больно, ну, прямо, зато честно. Все эти высокие цели от собственной неполноценности всегда у всех людей были, чтобы закрыть вот этим внешним свое собственное. Надо принять эту неполноценность, никчемность, полюбить ее, понять, в чем здесь талант, в чем здесь сила, трансформировать этот шаблон к чемности и не к чемности. Это одно и то же. Целостность, разрозненность, все эти шаблоны собирать и работать над ними всю жизнь, посвятить себя наслаждению жизни, проходя все эти вот эти этапы, а не то, чтобы в этой игре рисовать эти стены и этих карликов, создавать, с которыми ты будешь бороться. То есть люди хотят улучшить мир, то есть улучшить игру. Ты геймер, заходишь в игру, нет, чтобы в нее играть. Ты ее уже создал, так поиграй. Ты не хочешь в нее играть, ты хочешь переделать игру, ты хочешь убрать вот этих вот чуваков, посадить других. Ты зашел в Angry Birds и хочешь тигров туда посадить за место Angry Birds. Ты решил в Марио поиграть, такой заходишь и через 5 минут передумал, тебе срочно нужно Симпсонов сюда захернуть. Ну то есть ты хочешь переделать мир, переделать игру, а тебе нужно ее проиграть. Все. Грубо говоря. Так, да, я дочитаю. Дочитывай. Глава МТПП тоже подставил, обещал дать еще банки, но не дал и не смог договориться на своем уровне с Авином и Фридманом. Потом вообще отстранился, потом еще меня обвинил под давлением. На ней я получил недополучил 18-24 миллиона. Перевод. Моя голова меня подставляет, обещает мне, вернее, я себе обещаю через свой ум, что дам еще массу обещаний, но не даю, не договариваюсь с собой на своем уровне, а потом вообще отстраняюсь от своего я. Потом еще виню себя и давлю на себя. Я не додал себе поэтому 24 миллиона перемен, чувств всего, что я желаю, потому что я только обещаю. Душа тебе вот таким прямым текстом это сказала. Ты сам себе вот сейчас сказал. Я себе не додаю 24 миллиона чувств в данный момент. потому что они у меня вдруг появятся, когда будут деньги. Ну что это за бред вообще? Связка деньги это самое тяжелое просто. Скрыть МакДак. Но сегодня на самом деле очень такое. Тяжелый трэш. Тяжелая артиллерия. Я бы не сказал, что тяжелое, но осознаний много и качественных осознаний много. Смотри, каждый раз ты будешь понимать глубже и глубже, потому что ты изучаешь просто детали. Не может быть качественнее вчера, чем сегодня. Каждым днем просто даже просто прочитав вчерашнее и посмотрев вчерашнее видео, сегодня будут другие осознания. И все. Это не то, что там другое что-то. А ты просто на свое старое мышление наложил еще сверху информации. Самое главное, мы сегодня это все записали, это уже должно быть сейчас записано, поэтому я могу в любой момент это прослушать, это уже хорошо. Скажи, пожалуйста, я снимала на телефон себя. Ну, я на телефон себя снимала. Ни экран, ни тебя, тебя нету, только я. На час. Это можно выкладывать или нельзя? Никто не знает ни кто ты, ни чего ты, и непонятно вообще о чем речь, но просто куски каких-то фраз переведенных. Как ты думаешь, есть от тебя разрешение мне это выложить или нет? Выкладывай. Можно, да? Я просто хочу показать пример, как я как арбузер работаю с людьми и просто пиная ногами. Непонятно. выкладывай. Если это кому-то принесет еще плюс, выкладывай. А как ты думаешь, если они послушают, им будет хотя бы какие-то инсайты понятные или нет? Или это вообще непонятно, о чем? Для меня это понятно. Я сейчас начинаю... ну это не первый день с тобой работаем, мы-то понимаем, что мы делаем. кто-то первый раз будет смотреть. Интересно, что мы делаем. Ну, не знаю. Тут все зависит от... Ладно, я проэкспериментирую. Выложу сейчас в группе в закрытой... Не в закрытой, а... не на YouTube, а для своих только в Телеграме. И посмотрю вообще, что люди скажут. Если будут классные отзывы, может, она на YouTube заберет. Бывает такое, что самое... Вот просто кусок какой-то фигни непонятно вырванной из контекста вот просто взрывает чарты. Да, ради бога. Бывает нормальная подготовительная структурная работа вообще ни о чем. Ой, только единственное, со звуком тут проблемы вечно все пишут. Я уже поубирала кучу чатов, но невозможно, надо каждого отдельно убирать звук. В настройках убрать уведомления я убрала, они все равно есть, не понимаю, почему. А, понимаю, я на телефоне убрала звук, на компьютере нет. В настройках. Буду знать. Завтра очень насыщенный тяжелый день у меня, я не знаю, во сколько мы сможем встретиться, будем по факту смотреть, потому что завтра у меня с Алимом еще встреча у него сделки там на несколько миллиардов. Но они решаются, у него прям сразу куча новых сделок, у него каждый день по несколько сделок приходит, и он просто уже на изи вот так выбирает, какую пойти, какую не пойти, мы сидим с ним, обсуждаем их. Вот. И у меня три консультации еще по английскому и вебинар в 19 часов на 2,5 часа по-английскому. Я думаю, может быть, днем постараться. С Алимом у нас с двух до трех или с двух до четырех работа, может быть, в четыре с тобой делать так где-то. Ну, это предварительно